Время новостей на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Референдума не будет. В Москве состоялось совещание у Юрия Трутнева, в ходе которого временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого округа заявили, что не будут торопиться с проведением референдума об объединении. Уровень воды в некоторых населенных пунктах на реке Печора выше критериев неблагоприятных отметок. Показатели уже превысили цифры, зафиксированные в период весеннего половодия 2015 года. До главного сезона отпусков меньше недели в нашем эфире расскажем о тех, кто, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, отправляется в автопутешествие. Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого округа Александр Цибульский и Юрий Бездудный. Как сообщили в прислужбе региональной администрации, 26 мая в Москве состоялось совещание у Юрия Трутнева, в ходе которого временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого округа заявили, что не будут торопиться с референдумом об объединении. Сам процесс создания нового региона они связывают с претензиями на участие в федеральных программах развития. Александр Цибульский в ходе совещания отметил, что на сегодня важнейшая задача запустить социально-экономическую программу развития регионов, претендовать на вхождение в крупные федеральные программы и проекты. В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный обозначил тезисы, которые, по его мнению, послужили причиной для подписания меморандума. В частности, речь шла о необходимости диверсификации экономики субъекта, наполнение бюджета, которого напрямую зависит от цены на нефть. Экономика Ненецкого округа абсолютно зависима от цен на нефть. 83% это добыча природных ископаемых. И сегодня в связи с таким значительным свержением цен на нефть, бюджет, естественно, испытывает дефицит. Понятно, что моноэкономика – это всегда очень опасно, особенно для жителей, потому что в этом бюджете зашиты все выплаты, гарантии, заработная плата, социальные проекты, национальные проекты. В этом смысле мы ищем пути для того, чтобы диверсифицировать эту экономику. Исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цибульский объяснил, что главная задача – это развитие обоих регионов, их слияние не самоцель. Об этом он заявил после совещания, которое провел вице-премьер. Подписав меморандум, которым мы фактически с моим коллегой Бездудным можем действовать вместе в рамках развития нашего большого региона, который дает нам серьезный потенциал для развития в рамках арктической зоны, это первоочередная задача. Все остальные вопросы, касающиеся референдума, касающиеся возможного объединения, решат жителей. И тогда, когда они сочтут это нужным, и если они сочтут наши аргументы и наши предложения, действительно важными для себя и действительно увидят в этом потенциальное улучшение качества жизни. Первый заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Сергей Михайлов рассказал журналистам региональных СМИ о том, как обстоят дела с окружным бюджетом и стоит ли потуже затягивать ПСА. По словам представителя финансового блока, бюджет ожидает серьезное секвестирование по отраслям. Бюджет 2020 года формировался с учетом цены на нефть 57 долларов за баррель. Курс доллара при этом ожидали порядка 65 рублей. На сегодняшний день ситуация изменилась, доллар вырос, нефть упала в цене, но спустя некоторое время цены начали расти. К слову, сейчас нефть марки Юрл стоит на рынке порядка 35 долларов за баррель. По прогнозам, рассчитанным управлением финансов, выпадение расходов из окружного бюджета составит 2,9 миллиардов рублей. И чтобы ситуация не отразилась коренным образом на жителях региона, решено было расставить приоритеты. Первым этапом были расставлены приоритеты и по снятию лимитов, пока не денег, а лимитов, порядка 1,2 млрд. И вот сегодня мы готовим на сессию очередную, раз налоговая уже подтверждает снятие, упадение доходов до 1,2 млрд. И мы готовим, согласно распоряжению губернатора, также на снятие данных расходов. Таким образом, финансовая политика региона направлена на сохранение социальных гарантий жителям Ненецкого округа. Надо отметить, что в приоритетное направление выделена и так называемая однопроцентная ипотека. Итак, по прогнозам экспертов, из доходов бюджета выпадает 2,9 млрд. рублей. Это поступление различного уровня. Если детально, то 1,8 млрд. рублей ненецкий бюджет недополучит от Харьягинского СРП. Порядка 800 млн. – это налог на прибыль. И 200 млн. – это НДФЛ и прочие налоги. Надо понимать, что это 2,9 млрд. выпадение доходов от запланированных на 2020 год. А если мы сравним с доходами 2019 года, то изначально, когда планировали бюджет, уже разница между 2019 годом фактическими расходами и запланированными доходами на 2020 год – 3,2 млрд. рублей. То есть 3,2 млрд. разница, плюс прогнозируемое Департаментом финансов выпадение доходов 2,9 млрд. Вот все вместе, порядка 6 млрд. – это разница между доходами 2019 годом и 2020 годом. Как сказали в Департаменте финансов, все объекты, по которым уже были проведены торги и заключены контракты, получат продолжение. Те, по которым процедуры еще не начаты, перенесены на неопределенный срок. В помощь бюджету кредитования. Когда мы формировали бюджет 2020 года, мы доходы ставили порядка 17,2 млрд. рублей. Это те доходы, которые подтверждены, которые были запланированы. А расходы мы ставили 20,4 млрд. То есть это дельта, эта разница – это и есть те заведомо запланированные кредиты. То есть мы изначально, у нас есть уже заключенные контракты, плюс мы планируем дополнительно заключать контракты с коммерческими банками. Надо отмечить, что сейчас специалисты оптимизируют бюджет в сторону сохранения социальной гарантии. Но в то же время с 1 июля часть финансовых обязательств может остаться нереализованной. У нас с 1 июля действительно сложности есть. Действительно, у нас по ряду выплат, даже не выплат, а финансирования, допустим, у нас заложено только до 1 июля субсидии юридическим лицам. Это на выпадающие доходы. То есть это действительно есть. У нас до 1 июля заложены коммунальные платежи. То есть не весь бюджет, но ряд выплат действительно до 1 июля. Прогнозов скорого восстановления региональной экономики в финансовом блоке делать пока не решаются. Секвестирование окружного бюджета – это лишь первый этап оптимизации, во время которого необходимо искать новые возможности финансирования. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». И теперь об эпидемиологической ситуации в Ненецком округе. Заболеваемость COVID-19 в регионе остается на уровне прошедших суток 66 случаев. Выздоровело 28 человек. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. По данным на утро текущего дня лечения, в стационарных и амбулаторных условиях проходит 38 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В специализированных отделениях Ненецкой окружной больницы 15 человек с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Амбулаторная на месторождении имени Титова-3 на Варандее-19. На самоизоляции в домашних условиях в Нарьинмаре поселке Искатели находится 347 человек, в обсерваторе 9. С начала пандемии снято с контроля 876 человек, 25 за прошедшие сутки. Под наблюдением медиков на месторождениях находится 124 человека, на Варандее 97, на месторождении имени Титова 27 человек. За последние сутки в Центре гигиены и эпидемиологии Ненецкого округа проведено 43 исследования на коронавирус. Напомню, в настоящее время на территории региона действует масочный режим. Ношение средств индивидуальной защиты обязательно при нахождении в местах общего пользования, организациях розничной торговли, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, медицинских и аптечных организациях. И теперь о паводке. На реке Печора, у села Усть-Юса, Мутный Материк, Щели-Юрусь, Цильма, Йормица, а также сел Великовисочное и Оксино уровни воды находятся выше критериев неблагоприятных отметок. Эти показатели превышают уровни высокого весеннего половодия 2015 года. Значительные разливы с превышением уровня над выходом воды на пойму на 200 сантиметров наблюдаются в районе Великовисочного. До прохождения волны сверху реки уровни будут слабо расти, площадь разлива увеличится. По состоянию на 16 часов 27 мая уровень воды в населенном пункте составляет 899 сантиметров. По Оксино уровень воды продолжает медленно повышаться и составляет 772 сантиметра. К концу дня вода может достигнуть отметки 775 сантиметров. В Харуте на Адзиве после формирования максимального уровня весеннего половодия продолжается интенсивное понижение уровня воды. В настоящее время он находится на отметке 587 сантиметров, минус 65 сантиметров. В Нарьинмаре 566 сантиметров, рост составил 1 сантиметр. Максимальный уровень воды здесь ожидается 27 мая на отметке 570 сантиметров. По информации Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмар на реке Печора на участке Остюса-Остюльма наблюдается очень медленное понижение уровня воды. В районе Йормицы он стабилизировался и более суток удерживается на одной отметке. Ниже по течению реки Печора на участке Йормицы-Нарьинмар за счет добегания волны сверху сохраняются подъемы с интенсивностью 1 сантиметр за 4 часа. Чуть меньше недели остается до открытия главного сезона отпусков. Для большинства северян лето – это возможность выехать за пределы Заполярья. Покидают город на период заслуженного отдыха не только по воздуху, но и по воде. Про тех, кто, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, отправляется в автопутешествие, расскажет моя коллега Екатерина Дементьева. Стаж совместных путешествий Александра и Екатерины – 4 года. За это время супруги проехали более 48 тысяч километров. Ребята пересекают всю страну, чтобы провести часть отпуска в кемпинге у моря. Поэтому для комфорта в их машине есть всё необходимое – от плиты до специальной изготовленной кровати, чтобы не ночевать в гостиницах. Сделал нам наш коллега кровать, раскладную, багажник. Потому что в палатке мы первый раз ездили в палатке, спали, но под утро, там даже в 4 часа утра жарко, невыносимо. Поэтому решили сделать в машине, чтобы, если что, кондиционер был всегда под рукой. И вот раскладываем, возим с собой матрас. Прям настоящий, не надувной, потому что на нём невозможно. Обычный матрас, мы его скручиваем, и у нас, можно сказать, полноценная кровать в машине всегда под рукой. С постельным бельём. С кондиционером. Есть у ребят и свои лайфхаки для максимального удобства передвижения по трассе. Самое важное ещё в дороге – это иметь с собой музыку и, в нашем случае, ещё книги. Я читаю вслух, когда Саша ведёт, это тоже очень как бы… Ну, мы обсуждаем, что… Музыка, потому что надоедает. Да, музыка, потому что надоедает. Поэтому, чтобы она совсем не надоедала, её нужно очень много. И она должна быть разная, независимо от вашего вкуса, потому что по дороге ты можешь слушать абсолютно всё, что угодно. Покорять автодорожные пространства нашей страны отправляются и семьи с детьми. Здесь требуется больше подготовки, начиная от прокладывания маршрута с интересными остановками до продумывания комфортного путешествия. Для семьи Уваровых это привычное дело. Они путешествуют с сыновьями с самого раннего их детства и считают, что это самым лучшим образом влияет на развитие детей. Одно дело, когда дети учатся, к примеру, в школе целый год и смотрят мир, узнают мир, узнают о том, что, оказывается, есть таёжные леса, оказывается о том, что есть море, горы. А когда дети это видят своими глазами, и ты можешь объяснить это непосредственно уже в путешествии, показав это всё на примере, или даже иногда погружая в другую языковую среду, познакомив их с другими людьми, с другими детьми, то они больше узнают этот мир и более подготовленными становятся, когда вырастают. Петя Уваров совершил своё первое путешествие на шестой день после рождения. Поэтому в машине ощущает себя вполне комфортно и знает, чем можно занять себя в длительной поездке. Мы поём песни, берём, можем порисовать, мы берём книжки, читаем, мы играем в слова и смотрим в окно. Автопутешествие с детьми на дальние расстояния – это ответственное решение, в котором главную роль играет безопасность. Первое и самое главное правило при перевозке ребёнка в машине – это поменять стиль вождения. Управляя автомобилем, в котором находится ребёнок, всегда надо быть предельно внимательным и аккуратным. Соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений, резких разгонов, а также такого манёвра, как выезд на полосу, предназначенный для встречного движения. Необходимо всегда перевозить ребёнка в детском удерживающем устройстве, которое будет соответствовать его возрасту, росту и весу, которое будет обязательно сертифицировано и в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, по правилам дорожного движения, в случае вынужденной остановки вне населённых пунктов в тёмное время суток, при выходе из автомобиля всем пассажирам необходимо надеть жилеты со светоотражающими элементами. Необходимо помнить и о мерах безопасности, которые диктуются эпидемиологической обстановкой. Есть рекомендации от Роспотребнадзора по усилению мер в виде масочного режима, в виде перчаток. Нашим предприятиям это всё закуплено. Будет выдаваться на суда, будут стоять диспенсеры с обеззараживателем рук. Будем изолировать, скорее всего, экипаж и пассажиров, будем отделять, чтобы не было контакта нашего экипажа, потому что могут изолировать всё судно. Это для нас приведёт к большим потерям, в том числе и к срыву рейса. Тем не менее, пандемия коронавируса не стала препятствием для любителей автопутешествий. Северяне продолжают записываться на барже. Всё происходит в обычном режиме. Начали запись с мая. Это начались, наверное, все перевозчики в этот период. Поэтому никакого не ажиотажа, никакой диспозиции у людей, никакого потери духа. Все-все-таки планируют уехать в отпуска с хорошим, весёлым настроением. Перевозчики предупреждают, что при погрузке на баржу всем пассажирам будут дистанционно измерять температуру тела и при показателях выше 37 градусов допускать на судно не будут. Также перед выездом к месту отдыха или обратно необходимо уточнять в администрации региона или города, который вы собираетесь пересечь, не введены ли там ограничительные меры на въезд. Но какие бы сложности не встречались на пути у автолюбителей, для каждого из них это возможность увидеть многообразие природы нашей страны, испытать дух приключения и насладиться той самой песней шин. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». В Нарьинмаре продолжают портить общественное имущество. Так, на неделе с одной из зон для отдыха пропал элемент декора. Кроме того, ломают скамейки, качели и заборы. В связи с этим сотрудники муниципального предприятия «Чистый город» обратились к жителям Нарьинмара с просьбой беречь объекты городского благоустройства. Слово Ольги Русул. Кражи фигурки зайчика с детской площадки в центре города – случай вопиющий. Происшествием возмущены и взрослые, и дети. Это все-таки общественное место. Облагораживать свои личные территории нужно, мы считаем, не за счет общественных мест. А здесь для детей все-таки все сделано для народа. У нас и так мало очень мест в городе, где можно действительно и взрослым, и детям отдохнуть так, чтобы глаз радовался, и было приятно. Поэтому крайне возмущены. То, чтобы зайчика вернули на место. Ну, там, чтобы ворона шли, и чтобы он отдал зайчика. А его посадили в тюрьму. Рабочие чистого города недосчитали зайчиков на новой многофункциональной площадке по улице Смедовича во время уборки перед новым сезоном. Вместо пяти декоративных фигур осталось четыре. Было обнаружено пропажа одного из элементов топиарий. Это так называемая семья зайцев. Пропал один элемент. Самый маленький, значит, зайчик. Вот, значит. Причем пропал он вместе с ограждением, которое было установлено на зимний период, чтобы, значит, не было повреждений снегом. Вот, значит, данный элемент пропал. Кроме того, в центре города по улицам Смедовича и Ненецкая были повреждены малые архитектурные формы, скамейки и урны. В морском порту на смотровой площадке вандалы испортили качели, навесы. Руководство муниципального предприятия готовит документы для подачи заявлений в полицию по факту кражи и порчи муниципального имущества. По всем фактам, значит, нами подготавливаются заявления в МВД России по НАУ. Значит, возбуждаются уголовные дела. Последнее уголовное дело возбуждено в части повреждения заборов по улице Полярной. Это вот в зимний период, значит, спиливали неоднократные секции пролетов. Сотрудники чистого города сейчас прорабатывают вопрос об установке видеокамер на всех общественных территориях и детских игровых площадках. Хотелось бы обратиться к жителям города Наринмара, более бережно относиться к тем элементам, тем конструкциям, сооружениям, которые в последние годы сооружаются специально для жителей города. Наринмарцы и сотрудники чистого города надеются, что человек, который забрал с площадки зайчика, все-таки одумается и вернет фигурку на место. Тогда она продолжит радовать посетителей этой площадки своим видом. Ольга Руссул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.